Дождь и ветер им только в радость. В речпорту Ханты-Мансийска сегодня причалил круизный теплоход-ремикс полусотней иностранных туристов. Искатели приключений Швейцарии уже пятый день находятся в речном туре по Сибири. Теплоход следует по Аби с остановками в самых интересных местах. В Ханты-Мансийске гости из Швейцарии провели целый день. Подробнее у Павла Желтова. К причалу Ханты-Мансийского речвокзала круизный теплоход-ремикс пристает не с первого раза. Сильный ветер мешает тяжелому трехпалубнику. Но людям, которые с борта корабля наблюдают за процессом, это только нравится. Это швейцарские туристы. Именно в поисках суровой стихии они и отправились в круиз по Аби. По словам организаторов тура, в первые дни плавания температура воздуха держалась в районе 30 градусов. Но когда корабль пересек границу Югры, стало понятно, что куртки и шапки, которыми запаслись европейцы, точно пригодятся. И вот они наконец попали и сказали, ура, наконец-то. Вчера мы попали в совершенно невероятную грозу с молнией, со шквалистым ветром, со всем на свете. Они были в восторге. Для Сони и Ханса Хук холодная погода не в новинку. На их куртках нашивки антарктической экспедиции, в которой они побывали вместе с ледоколом хлебников. Туристы уверяют, что просто обожают природу во всем ее многообразии. В Югру приехали также с целью приобщиться. Я мечтаю побольше побывать на природе, в тайге, в тундре. Хотя я знаю, что здесь много медведей. Все равно очень хочу. Но пока не получалось. Группа швейцарцев, прибывшая в столицу Югры на теплоходе, доказывает, выездной туризм в регионе получил свое развитие. Стоимость круиза по Аби для иностранных туристов начинается от 70 тысяч рублей. Кроме того, они дополнительно тратят деньги на сувениры и прочие туристические радости. К слову, именно в этой группе подобрались люди, которые хорошо помнят СССР, скрытые где-то за железным занавесом. А это только добавляет экзотики. В Сургуте в шоке от Вантового моста. Нас возили прямо на смотровую площадку. Они меня спрашивали, куда едем, потому что все в колючей проволоке. Для них это непонятно почему, но в восторге. То есть на сегодняшний день, вот на сегодняшний день, они в полном восторге. В югорской столице швейцарцы провели целый день. Местные гиды устроили для них обзорную экскурсию. Туристы побывали во всех значимых местах Антамансийска. С поистине детским любопытством они смотрели по сторонам и постоянно фотографировали. А кое-кто уже и язык учить начал. Мне очень нравится город. Мы из Швейцарии, и мы с пароходом, кораблем. И мне очень нравится путешествие. Обский круиз начался неделю назад в Новосибирске. 23 июня ремикс пристанет в Салехарде. Оттуда швейцарцы отправятся самолетом домой. А судно примет на борт группу их земляков, которые отправятся в зеркальный тур из Салехарда в Новосибирск. Павел Желтов и Эльдар Муратов. Телекомпания Югра. Антамансийск.